Всем-всем-всем привет! Всем привет из-под Торонто. Не совсем из Торонто, а из пригорода. Я в шопинг-центре, в котором есть много интересных магазинов. Вон там Пирогамма, вот здесь что-то Вольво показывает своей машиной. Я здесь работаю недалеко, поэтому часто сюда заезжаю именно для того, чтобы поснимать вам. Именно здесь, именно в этом шопинг-центре. И мы пойдем сегодня снова с вами в Кос. Меня очень просили сходить в Кос. Я знаю, что я обещала вам Зару, но пока что не могу выбраться. Вернее, здесь тоже есть магазин Зара, но здесь очень много людей. И всегда очереди в примерочную. Вот мы, кстати, проплываем мимо Сен-Лоран. И я просто хочу пойти в Зару, в другой торговый центр, где меньше людей. И мне там будет легче делать примерки. Вот это Монклер. Вон там у нас Тиффани впереди. Но здесь почему-то у них всегда, кстати, у них всегда закрыта решетка. Всегда закрыта решетка на их витрине. Не знаю, видимо, чтобы никто не вломился. Или что-то. Почему, я не знаю. Значит, это магазин. Вот мы проходим Тори Бердж. Это очень красивый магазин с очень красивой одеждой. Американский магазин, американский дизайнер. Я никак сюда не соберусь. Вот это очень большой универмаг, в котором продаются всякие... Видите, он так называется? Whole Trends. Whole Trends. В нем продаются всякие люкс. В том числе вот то, что мы проходили. Все вот Тиффани и прочие магазины. Это все находится внутри этого универмага. Это не отдельные магазины. Здесь есть Гуччи. Я всегда здесь зависаю. Платочки, сумочки. Ничего такого особо нового. Ну и все. И пойдемте-ка мы в Кос. Посмотрим, что есть новое. Вот этот платье, по-моему, я примеряла, да, мне кажется, с бантиком. На витрине, которая висит. Я уже не помню, девочки. Я так много хожу по магазинам. Так много всего мерю. Вот этот свитер зеленый я примеряла точно. Так. Привет всем. Это я там в зеркале отражаюсь. Какая-то красивая зеленая юбка. Я не знаю, если я буду что-то снимать в самом магазине. Ну, такая старомодная плясировка. Вот там какой-то трикотажный костюм висит на манекене. Я, наверное, не буду делать обзор-обзор. Прям такой обзор. Я не знаю, если есть достаточно вещей, чтобы их обозревать. Прямо 70-е. Я прям помню такие костюмы когда-то. Вот что-то новое. Ага, там такие платья, свитера. Вон появились новые, я смотрю. Вот такой свитерочек. Этот зелененький мы примеряли. Что-то оранжевое. Вот это платье новое. Вот это платье новое. Интересное. Видите, такое длинное. Давайте посмотрим, почем оно. Ой, надо было мне очки свои вытащить. Я не подумала. 190. Интересная расцветочка такая. Оранжевый свитер. Похожий на шерстяной. Вот такие свитера у них тоже были в прошлом году. По-моему, похожие. В общем, не точно такой, но похожий. Свитер за 250 долларов. Они, я помню, что вот эти свитера, на них очень, с них очень лез пух. Я помню, что я взяла один из них примерять. И прямо вся была в этом пуху. И я, и все вещи, которые я с собой взяла. Вот такой вот свитерок с оранжевыми. Видите, синий с оранжевым. А, у него разные рукава. Один рукав коричневый, другой рукав оранжевый. Интересно, интересно. Может быть, я возьму его в примерочный. Так. Тут еще много очень летнего, на самом деле. Так, сейчас преобладает у нас оранжевый. Видите, какие-то брюки. Вот такие вот брючки на резиночке. Расклюшенные. Рядышком висит такое трикотажное платье, который мне категорически ни в коем случае нельзя. Вот какое-то черное интересное такое. Видите, на замке. Сверху дониза. Оранжевая кофта. Не знаю, что я возьму. Наверное, что-то возьму. Да, распродажи уже давно все забрали. Вот что-то опять черное такое. Сейчас поищем что-то померить. Это зеленые вот такие вот штаны. Комбинезон, видите? С открытой спиной. Я знаю, что такие были синие. И везде они в Европе были уже года два назад. А у нас вот только сейчас повесили. Вот это платье опять, по-моему, я примеряла в розовом цвете. Черная сумочка хорошенькая. Вот такое черное платье. Вот такой костюм. Это или платье. Красивое платье. Мне оно нравится. Но мне снова, опять же, повторюсь, такие фасоны ни в коем случае нельзя. И вот интересное белое платье. Очень красивое летнее. Может быть, я не знаю, думаю, размер. Я возьму его в примерочную. Наверное, стоит дофигища. 225. Ну, видите, как оно интересно сделано. Я вам сейчас покажу на всякий случай. Вдруг я не смогу найти свой размер. Не смогу вам его подробнее. Но мне бы хотелось. Белый такой хороший. Не ярко-белый. А такой, знаете, слоновый костюм. Приветствую вас, друзья мои. Мы в примерочной в коз. Я взяла некоторые вещи. Вот это платье зеленое. Меня, кстати, спросили его померить. Вот это платье я принесла. Свитер. И там такие брючки интересные. И вот это платье. Я попробую в него всунутся. Я взяла размер 12. Вообще-то я у них 10. Но мне кажется, оно здесь такое узкое. Не знаю. Но мне оно очень понравилось. Мне просто было интересно. Вырез, конечно, огромный. Я в нем буду светить своими буферами. Вот. Давайте я вам покажу, в чем я пришла. Я в таком платьице. Я вам показывала в одном из моих... Когда я показывала какой-то шопинг. По-моему, зимой. Я была у нас на Boxing Day в Канаде. Это из магазина Banana Republic. По-моему, я не знаю, где он есть. В Европе. Но в Америке это очень известный, очень популярный магазин. И я купила вот это платье. Оно чистый лен. И в нем, видите, оно сделано такое... С вышивкой вот этот мир рисунок на ткани. Это вышивка. Очень симпатичное платье. С кармашком, с подкладкой. Рукав красивый, коротенькое такое. Вот. Я еще себе позволяю все-таки носить короткие вещи. И у него есть пояс. Я к нему приделала вот такой пояс серебряный. В тонк босоножком к моим. Удобный, кстати, очень на танкетке. Я люблю такие. И я поэтому понавешала кучу всяких серебряных украшений. Вот. Кольца у меня тут. Жемчуга и эти... Бирюза. Жемчуг и бирюза. И почему жемчуг? Потому что у меня вот здесь вот жемчужинка есть. В общем, короче, смешные сережки такие. Но это все бижутерия, это не винтаж. И вот так вот я выгляжу сегодня. И давайте будем примерять. Значит, первое платье вот такое вот. Ну, на мой взгляд, оно коротковато. Все-таки я пришла в коротком платье, но не в таком. Карман ищу. Я знаю, что здесь есть карман. Я пришла в коротком платье, но не в таком коротком. А это, конечно, оно прям совсем коротенькое. Особенно то, что оно вот такое вот широкое. Чуть-чуть ветерком дунет и все. Его, конечно, лучше всего, наверное, носить с брюками. То есть использовать его как какой-то такой топ, как тонику. Потому что, ну, я имею в виду, если нам, девочкам, повзрослее. Потому что для молодежи нормально. Но, опять же, оно очень такое, знаете, широкое, летящее. Либо в нем не выходить на улицу. У вас будет любой ветерок. И вы просто будете показывать все до шеи, все, что у вас под ним. Потому что оно очень широкое и очень легко вот так вот поднимется. Не от талии, а прямо вот все до самой лакушки. Мне не очень нравится вот этот бант. Мне кажется, он совершенно... Я, во-первых, не люблю банты. Во-вторых, вот это вот платье-рубашка. Мне кажется, что оно... Ну, его можно, в принципе, не завязывать. Даже, скорее всего, наверное, его можно отпороть. Тут у меня этикетка. Вот. Цвет очень красивый. Такой зеленый, прямо ярко-зеленый. Очень похож на тот, который я в прошлом влоге отсюда искус примеряла свитер такого же цвета. В общем, платьице неплохое. Но я бы, если бы его покупала, я бы носила вниз такие брючки коротенькие. Знаете, 7,8 или белые, например. Или черные. К нему много чего подойдет. Потому что носить его как платье, это совершенно невозможно. И даже с брюками, я вам хочу сказать. Ну, если его ветром дунет, оно поднимется до макушки. Поэтому, как бы, не знаю. Здесь вот эта вот у него застежка. Очень глухая, которая мне не очень нравится. Я бы немножко ее прирастигнула. Вот так. Вот так сделала побольше вырез. Ну, вот такое вот платье. Ничего так, в принципе. Но немножко непродуманная, по-моему, эта вот идея насчет ширины его. Кстати, размер, по-моему, четвертый. Я сейчас проверю. Потому что, мне кажется, что вот эти платья у них в кос. Вот это я взяла 12-й. А вот эти вот широкие платья я примеряю у них прямо 4-й, 6-й. А вообще-то я вам вношу 8-й, 10-й. Вот это тоже такое широкое. Я взяла 6-го размера. Ну, посмотрим. В общем, короче, четверка, оно очень немного ткани, как во многих платьях из кос. Так, 95 хлопок, 5 эластан. Цена 150 долларов. Так, я нашла, как фокусировать. И включила эту опцию автофокус. Но почему-то у меня она сейчас опять не работает. Ёлки зелёные. Сейчас, минуточку. О, включилась. Видите, включился автофокус. Но мне как-то это не нравится. Почему-то он так вот то включается, то не включается. Хотя я включила эту опцию. Сама нашла. Дети мои не знали. Сама искала. Короче, хвалю себя очень. 150 долларов. Четвёртый, видите, размер. И вот так. Ну что, это такое типичное платье. Косовские. Вот эти вот широченные платья. Мне, опять же, это шестой. Мне надо было бы, наверное, четвёртый. Но не было четвёртый или второй. Или не было, или я испугалась. Я решила, что оно мне вот тут вот будет мало. А оно у меня прямо очень даже полно места. Я в него могла ещё влезть в четвёртый и даже в двойку. Запросто. Вот эти широкие косовские платья. В них очень... А, здесь пояс, девочки. Я что-то подобное мерила когда-то. Я даже думаю, помню. Помните, я примеряла платье под леопарда? Это пояс здесь пределом. Я извиняюсь за техническую неполадку. Помните, я купила здесь платье под скранного леопарда? Такое коричнево-сиреневое. И оно, по-моему, было двойка или четвёрка, это платье. И вот оно у меня было как раз. Это платье такого же типа. Только расцветка у него другая. Я сейчас примерю его с поясом, без пояса. В общем, мне не нравится эта расцветка. Какая-то она... Вы знаете, в принципе, красиво. Вот если присмотреться, да... Такие полосы размытые, нюдовые такие расцветки. Очень такие деликатные, элегантные. Ну, как-то немножко напоминает матрас, да? Ну, не знаю. Что-то мне оно не очень нравится. Хотя фасоны вот эти вот я у них люблю. И опять же, оно в шестой размер мне великовато. Ну, как-то много тканей. Многовато лишние ткани. Здесь есть карманы тоже. Ну, прямо очень-очень много лишнего. Ну, вот я его подпоясывала не потому, что я все люблю подпоясывать. Хотя я люблю все подпоясывать, потому что пояс прилагался в комплекте. На мой взгляд, вот когда такие платья, очень когда в них много ткани, все-таки с поясом оно выглядит как-то более... Ну, по фигуре лучше. Нет? Мне кажется. Так, оно 100% вискоза. Размер... Ой, это даже восьмерка. 190 долларов оно стоит. Восьмерка. Видите, совсем не велико. Прям очень велико. Вот этот вот... Вот этот платье я примеряла четвертый. И оно мне, в принципе, нормально. А это... Восьмой. Надо было взять хотя бы шестой. Что-то я побоялась, что оно мне вот здесь вот в груди будет мало. Оно прямо очень большое. Видите, интересная такая расцветка. В принципе, красиво. Но мне кажется, здесь как будто бы, видите, как будто плед. И как будто бы такой плед с махрушкой такой. И он как будто бы, видите, так зачесан. Как будто бы такая... Мохор. Вот как это назвать? Когда махер. Махеровый плед или свитер. И если его так причесать, длинная шерсть. Вот этот вот я сейчас буду примерять. Вот если его так шерсть причесать, то на полосках будет видно нитки от другой полосы. И видите, вот так вот оно сделано. В этом идее. Видите, это ткань. Это рисунок. Вообще, это прикольно и очень интересно. Но я чуть не знаю. Я не могу сказать, что прямо я в большом восторге от того, как это выглядит. Ну что ж, хотим мы этого или нет. А осень на носу. И мы будем примерять свитера с вами. Что делать? Вот я принесла свитер. Это, конечно, не осенний свитер. Это прям теплый-теплый зимний толстый свитер. Такой с мохром. Наверное, много махера в нем. Шерсть, видимо. Красивая расцветка. Видите, коричневый, оранжевый, синий. И вот такой вот ром. Я к нему принесла эти брюки. Я подумала, что здесь коричневый, здесь коричневый, синий, темно-синий, синий. Хотя, по-моему, это черный. Но неважно. Ну и подумала я, что, чтобы не создавать такое ощущение прямо уже осеннее, я вот его померю с такими вот как бы легкими шелковистыми такими брюками. Как будто бы еще не такими уж и зимними. Я не знаю, по цветам вроде подходит, но по рисунку и по идее, мне кажется, как-то не очень. Ну, ладно, как получилось. Просто я искала какие-то брюки, чтобы примерить со свитером. А брюки сами по себе очень симпатичные. У них вот здесь вот резинка. И вот такие завязочки. И они сделаны с карманами. И у них интересно, видите, сделано. Блин, выключила запись, стою, рассказываю. Хорошо, что быстро поняла, что выключила запись. Посмотрите, как интересно они сделаны. Такая складка сбоку. Видите, как интересно. Я редко встречала такое в брюках. Видите, какой фасон. Прикольно, правда? Очень симпатичные брюки. Мне нравятся. Но они с этим свитером, конечно, надеются какой-нибудь блузочкой. Сидят так неплохо на мне. И расцветочка хорошая. Очень неплохие брючки. Свитер. Значит, состав его 70% мохер и 30% шерсть. Ну и стоит он дофига. 250 долларов. Это, видите, был размер смол. Он довольно широкий. Довольно объемный, довольно большой. И с него очень лезет мохер. Я вот померила, его примерила, постояла в нем, сняла через голову. У меня прямо уже весну с этом мохере. Я сейчас начну чихать. Ну, в принципе, свитер красивый. Ничего не могу сказать. Очень красивый свитер. Брюки 100% вискоза. Это был 10-й размер. В принципе, мне как раз. И стоит аж 225 долларов. Очень дорого для просто вискозных брюк. Я так понимаю, что магазин Кос вообще выходит из моего бюджета. Совсем выпадает из моего бюджета. Потому что вот такие вот просто шелковистые вискозные брюочки продаваются, покупают за 225 долларов. Конечно, это немножко дороговато. Хотя сделаны они хорошо. Видите, у них пояс так прострочен. Сзади у них резиночка. Но в них нет ничего. Почему они такие дорогие? Есть карманы. Ну, вот эта вот складка здесь интересная. Да, но сзади даже нет карманов. Вот здесь такое, как будто бы ширинка, но замка нет. 225 долларов, конечно, дороговато, дороговато. Ну, и напоследок платье невесты белое, в котором у меня торчит живот. Может быть, надо было больше размер. Я взяла 12-й размер. И, в принципе, оно мне вот здесь нигде не велико. А вот здесь я не могу сказать, что это облегает. Что оно меня сильно облегает. Оно вообще меня здесь не облегает. Вот так вот оно абсолютно. Но это такой крой, вот этот по косой, что он как бы лежит по фигуре. И за счет этого вот торчит пузо. Еще я очень много заметила часто, что это очень зависит от освещения. Вот такое вот прямое освещение живот виден, торчит. А если выйти куда-то в тень, я уже где-то говорила в каком-то видео, забиться в темный угол тоже, а там будет не видно. Знаете, платье очень красивое. На самом деле, прям платье невесты. Я, вот если бы я, мне надо было сейчас замуж выходить, но мне не надо, но в принципе. Я бы вот в таком платье могла запросто выйти замуж. Серьезно. Оно настолько красивое. Ну, я имею в виду для девушки там, которая выходит замуж второй-третий раз в нашем возрасте. И не нужно ей там прям подвенечное белое платье с кружевами и кринолинами. Вот такое вот платье. Что-то я не знаю, у меня какие-то ассоциации с ним как платье. Ну, вы знаете, у меня с белым всегда ассоциации с невестой. Ну, какая-то у меня шиза. Но не только замуж в нем можно. Сейчас в тяну живот. Вот видите, вот если надеть утягивающее белье или побольше размер, может быть, оно бы выглядело бы намного лучше. Оно такое длинное. У него очень интересный фасон. У него такие внизу валан. Здесь клинья. Платье действительно прекрасное. Здесь, видите, сделана какая-то отделочка. Я потом вам на вешалке покажу, чтобы не светить своим бюстом. Он уже так прям. Ну, вот посмотрите. Оно такое красивое. Если бы не живот, прям было бы супер. Прям было бы супер, если животик прикрыть. Ну, куда же его девать-то, живот уже? Ну, куда его не девать? В общем, вот такое вот платье. Очень-очень красивое, если вы любите белое, если вы на курорт куда-то в нем подкладка. Я сейчас покажу вам все. На вешалке подробно. Знаете, к моему удивлению, оно все полиэстровое. И подкладка, и верх платья. Я уже думала, хотя бы какая-нибудь вискоза, да? Но я вам хочу сказать, что сделано оно прекрасно. Подкладка по длине всего платья пришита к платью. Понимаете, не комбинашка такая на шлейках, а подкладка, которая пришита, прошита везде. Просто пришита к платью. И вот внизу вот таким вот. И она очень приятная на ощупь. Это не выглядит, не чувствуется как полиэстр, а чувствуется как что-то очень тоненькое, нежное и симпатичное. Так же, как и платье. Не знаю. Да, по ощущениям, он вообще совсем, оно не полиэстровое. Значит, смотрите, как интересно здесь вот такая вот отделочка в таких местах интересных, на плечах, вокруг горловины. Вот здесь вот оно сделано вот с такой же отделкой. И вот так вот оно сделано, интересно, сделано такими клиниями внизу вала. Красивое платье. Ничего не могу сказать. Стоит оно, ну, написано, что это ресайкл полиэстр, то есть на его как-то ресайкл. Стоит оно 225 долларов. Размер 12. Я хочу сказать, что я не очень понимаю политику. Значит, вот это платье, все целое платье с подкладкой, со всеми там этими, стоит столько же, сколько стоят эти брюки. Ну, хорошо, брюки из вискозы сделаны, платье из полиэстера. Но, по-моему, это уже вискоза, не такой дорогой материал, чтобы вот так уже прямо, знаете, настолько, как бы, чтобы это дело, такую разницу в цене. Вот если вот это все платье стоит 225 долларов, правильно? Я же ведь не ошиблась. Видите, 12 размер, 225. И вот эти брюки стоят 225 долларов, то я чего-то не догоняю. Я что-то не догоняю. А сколько вот это стоило? 190. Ну, знаете что? Я вам хочу сказать, да, это платье более на каждый день. Это такое более нарядное. Ну, его не сравните, по-моему, по красоте и по оригинальности. Вот такой вот красивый. Я же говорю, его в нем можно замуж выполнить. Она настолько элегантная, красивая. Я пою ему такие дифферамбы. Мне действительно очень понравилось. Очень красивое, элегантное, необычное платье. Ну, и полиэстер. Ну, сшито прекрасно. Вот эта подкладочка. Просто очень все хорошо сделано. Просто супер. Ну что, вот такие у нас сегодня были примерки. Вкус у нас обычно довольно быстро, потому что здесь магазин очень маленький. Нет много одежды, большого выбора. И поэтому получается, что каждый раз я прихожу, ну, буквально есть несколько новых вещей, которые можно примерить, которые интересны. Вот. Обзор даже особо я не делала, потому что, в общем-то, ничего такого особенного. Вот. На сегодня все. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вы получили удовольствие. Поставьте мне лайк и подпишитесь, если вы еще не подписаны. А с вами была Деда из Канады. Всех люблю, целую. Пока-пока-бай.